Общение с носителем языка – неоценимая практика для любого студента иностранной филологии. Но в рамках данного этапа реализации проекта «Темпус» с николаевским студентам выпала возможность не просто общаться, но учиться у британских преподавателей. Цикл лекций, с которыми приехали в Николаев доктор Муна Моррис и преподаватель Жаклин Хардинг, британцы читают вместе с преподавателями кафедры иностранной филологии университета. Кстати, они подчеркивают, данный этап крайне важен, поскольку от его результатов во многом зависит успешность пилотного проекта. Мы хотим, чтобы наши студенты в 2017 году проходили стажировку в Астонском университете. Мы договаривались, что это будет два лучших студента. Подчеркиваю, два лучших студента каждый семестр будут иметь возможность поехать в Астонский университет и учиться вместе с другими студентами. Британцы, в свою очередь, очень довольны той работой, которую проделали их николаевские коллеги. Мы достигли фантастических результатов. Вся наша команда довольна. К концу года, когда пройдет финальная стадия проекта, когда будут апробированы все модули, мы соберемся и обсудим результаты. Но они уже сейчас фантастические. Окончательную оценку уровня николаевских преподавателей и студентов их британские коллеги дадут по окончанию данного этапа проекта «Темпус». Но уже сегодня они готовы заявить. Он очень высокий. Я приятно обрадована гостеприимством и информацией, которые мы получили от ректора университета. В рамках проекта, судя по материалам, которые мы получили, уровень преподавателей высокий. На кафедре иностранной филологии Николаевского национального университета подчеркивают, главная их цель – студенты. Их уровень – знание языка и профильных предметов. Сами же студенты своего удовольствия от такой уникальной возможности не скрывают. На самом деле эмоции зашкаливают, потому что это прекрасная возможность пообщаться с носителями языка. Хочется отметить лёгкость атмосферы, которая была присущая. Мы ещё раз убедились в наших знаниях, за что мы, безусловно, благодарны нашим преподавателям, которые нас подготовили ко всему этому. Мы ездили в ноябре месяце в Киев, в Киевский лингвистический университет, и там проводила пара на Муна, Муна Моррис Адамс, получается, и мы занимались уже вместе с ней. Также был преподаватель из Германии. То есть это нам уже не впервые. Это очень большой опыт для нас, и очень интересно, увлекательно узнали. Очень много интересных идей, как провести урок лучше, вот новшеств, которые, я надеюсь, помогут нам в дальнейшем. Работы впереди ещё очень много, уверен ректор Николаевского национального университета Валерий Будак. Но сам факт того, что для реализации проекта выбрали его вуз, уже само по себе высокая оценка его уровня. У нас выкладчики, которые работают на факультете иноземной филологии, отвечают европейским стандартам. Вот тут у нас среди выкладчиков – это те, кто были и работали уже в Соединенных Штатах Америки, и за кордоном большинство из них. Я их не буду перелечивать, но факт тот, что представленные материалы и эти особисти, с моей точки зрения, и сыграли основную роль. Британцы провели в Николаеве методический семинар для преподавателей иностранных языков. Тема его – коммуникативно-ситуативный метод в преподавании языков с использованием онлайн-технологий. А реализация проекта Tempus намечена на осень 2016 года. Дмитрий Тесов, Олег Хусейнов, MSN Digest.